здравствуйте у нас сегодня в гостях руководитель новосибирской писательской организации при союзе писателей россии писатель анатолий борисович здравствуйте анатолий борисович приветствую вас начинаем наше интервью начинаем с детства расскажите о ваших ярких воспоминаниях о ваших родителях ну и так я родился в далеком 1952 году в маленьком уездном городке новосибирске тогда он маленький был уездный там еще по моему и полмиллиона не было сейчас он растолстел тогда все нормально было ну родители у меня вполне нормальная были ребята значит матушка закончила свое время педагогический институт наш новосибирский одно время была учительницей русского языка и литературы потом ее понесло журналистику она работала какое-то время после он там падерин тогда железнодорожник кузбасса была такая газета вот падерин тогда уволился на и на его место она пришла значит там какой-то момент работал этой корреспонденции а со временем потом перешла в издательство наука когда вот начиналось только тут отделение издательство наука она там проработала практически до пенсии так она у меня дома была начитанная всегда книг довольно много было в домашней библиотеке ну и было что почитать научились считать вы рано где-то перед первым классом там шесть или в пять лет не помню уже сейчас честно говоря как учились школе любимый предмет русская литература не терпеть не мог ли потому что в школе там как-то скучно было и по-русскому заставляли учить какие-то правила значит а тогда мне это казалось скучноватым я увлекался в ней литературу то я с удовольствием да и почитывал все что там требовалось и что не требовалось и даже был так в пяти библиотеках был записан насколько я помню потому что тогда с ним времена были не те что нонечные поэтому книжный дефицит был сейчас книжки на помойках можно встретить валяются везде где попало народ их сжигает и выбрасывает и макулатуру сдает а тогда хорошую книжку не просто было отыскать даже в библиотеке в какой-нибудь и поэтому так действительно я вот так библиотека имени чехова была такая библиотека имени крупской библиотека областная которая вот в этом помещении когда-то находилась по в те в те годы насколько я помню было еще профсоюзная библиотека и школьная поэтому во всех понемножку что-то пытался интересное найти как все детки на того увлекался какими-то такими занимательными книжками то есть то время меня толстой с тургением как-то не сильно привлекали я считаю что школьникам в старших классах в общем-то надо потихоньку это дело изучать но для начала надо хотя бы какой-то интерес у них чтобы возник чтению если этого нет то потом вырастают детки становятся серьезными ребятами не сильно начитанными я просто встречал таких ребят которые действительно за свою жизнь хотя добились чего-то стали даже этими серьезными учеными но художественных них практически не читали то что по профессии надо читали то что по школьной программе там видимо какие-то такие попутные занимательные общем-то очень книги и как-то невдомек было может действительно трудно было найти что такое во всяком случае я некоторых ребят так сказать подсовывал им какого-нибудь графа манте-кристо или три мушки терра или там канан дойля о шерлоке холмсе что-то такое чтобы заинтересовать чтобы они что-то читали но некоторые наоборот когда им приходилось изучать английский они начинали читать агату кристи до английском и таким образом совершенствовали свое знание так сказать английской литературы и всего остального ну такие времена были да но отец у меня свое время значит был участником войны с японии где-то 7 лет отслужил в порт-артуре был тогда это был русский город а потом китайцы его захапали когда хрущев отдал им это дело совершенно необоснованно на мой взгляд ну он служил на торпедных катерах после того как он закончил службу он закончил так как геодезический какой-то техникум в общем был специалистом разным этим машинам которые благодаря которым там ищут там нефть или еще что-то такое то есть какие-то такие вот связанные с этой нефтедобычей со всякой геологии ну тоже был хорошим рассказчиком во всяком случае своей истории о китайцах порт-артуре еще о чем-то там значит интересном много довольно знал я с удовольствием слушал его истории так вот потихоньку помаленьку как-то ну так что тут можно еще сказать на в старших классах средней школы где-то классе в седьмом или восьмом я такой вообще-то нормально учился то есть у меня там так 45 в основном были троек практически по моему не было сейчас не помню уже может по-русскому было тройка может и не было уже не помню значит надо у меня там с химией начались проблемы значит то ли что-то запустил ее маленькой еще что-то такое но и мне несколько там этих влепили в его по химии ну я так это ну ладно надо тогда разобраться что это за предмет из дуру взял учебник имеем для вузов где-то недели за две пролопатил выбился в отличники по химии это это сгубило мою биографию потому что в принципе то я в общем-то очень любил дикую природу леса там всякие то есть вот с отцом мы часто ездили там за грибами на охоту не на охоту на охоту я не ездил никогда примене несколько раз он там каких-то тетеревов стрелял в основном рыбалка грибные дела эти всякие разные ну и так сказать у меня в когда мне спрашивали а вот кем ты собираешься быть ну вот лесником каким-нибудь там чего-нибудь такое то есть подальше от цивилизации в какую-нибудь в какие-нибудь дебри залезть что-то мне вот всегда многолюдие как-то она не сильно меня прельщало по жизни оказалось по-другому так и вот тогда мне это моя матушка которая в это время уже работала в этом в издательстве наука в нашем университете на месяц раньше экзамены вступительные сначала здесь попробуй он сдай если не сдашь тогда поедешь в воронеж там в леса какой-то технике какой-то технический там институт что-то такое поступать мол но я сдуру взял сдал все эти экзамены потом уже оказался значит в нашем университете но пришлось его закончить хотя понял что химия физика не совсем то что мне надо ну попутно как-то для души что ли писал разные хохмы для себя для друзей и прочее а из-за этих хохмы мне еще в сочинениях всегда от учительницы литературы доставалось не так я там образ фамусова осветил или там молчали на не так показал не с той стороны еще что-то такое там помню в общем к моему юмористическим выходкам они как-то настороженно относились скажем так что надо было писать то что надо а я вот как-то это все не туда меня тянуло ну а потом в это же время вот когда уже университет где-то закончил в это время как это начало по моему так или середина 70-х годов тогда появилось такое движение клубов любителей фантастики может фантастики в ссср издавалось мало наши эти идеологические начальники считали что как бы ничего не выдумали нехорошего ребята и поэтому доставалось за какие-то вещи там и стругацкие в опале были и фремов там попался с тем что немножко не ту критику навел как уже какое хотелось нашим этим генеральным секретарям и кому там прочим ну и поэтому народ гонялся за фантастикой за этой тоже вот в библиотеках вот во всех этих искали что-то но найти было трудновато но все равно что-то отыскивали поэтому появилось такое движение клуб клубы любителей фантастики где собирались ребятишки обменивались какой-то литературой и сами пытались что-то писать вот у нас был такой клуб любителей фантастики а мальтея была такая повестушка у стругацких путь на мальтею ну вот благодаря этой повести клуб получил такое имя от нашей писательской организации его курировал михаил михеев но там были еще этим любители фантастики даже те кто занимался серьезной библиографии сибирской фантастики и при сами что-то пытаясь писать тогда все это решили издавать такой клубный журнал ну сборник каких-то фантастики фантастических штучек которые сами члены клуба придумывали таких членов правда немного оказалось ну какие-то свои вещички там с юмористическим фантастическим уклоном у меня посмотрел михеев а у тебя вроде неплохо получается и начал меня так сказать сманивать в литературу и в конце концов сманил когда уже в неорганике работал уже собирался даже диссертацию делать хотя уже тоже думаю все таки какая-то перспектива там мрачная довольно лет 5 надо значит в пробирках смешивать всякую фигню и примерно знаешь уже что у тебя будет получаться то есть сколько смертная на мой взгляд ну что там я уже в эту жизнь как-то проник более-менее чувствовал себя там уверенно ну тут появилось место западно-сибирском книжном издательстве они тогда значит как ну михеев видимо похлопотал за меня и тогда семаев была такая директор издательства нина сергеевна она как-то пригласила меня на встречу дала мне сейчас помню книжку и сказала вот напиши рецензию мы посмотрим что ты могла сможешь ты как редактор работать или нет я так эту книжку пролопатил это было может она у вас даже есть библиотеки такое золотое дно автор был соловьев геннадий там тоже речь шла браконьере таком заядлом который в советские времена вылавливал рыбку там каком-то озере сейчас как я припоминаю ну и благополучно торговал ее я эту рецензию написал так страниц 8 на машинке от отшлепал отдал ну пока я все это делал значит это место которое мне хотели они выдать было занято уже зале но вот следующий раз мы вас пригласим я успокоился думаю но и фиг с ним будем дальше химичить где-то через год они меня вызвали звонком сказали вот есть место давай топай я так это маленько поколебался как-то уже все-таки и тут хороший коллектив жился со всеми ребятами и девчатами и туда поскольку такое видимо в характере у меня какой-то авантюризм такой присутствовал да ладно химию я уже примерно понял что это такое посмотрим что такое значит издательство литература и все остальное к этому времени там уже у меня не по моему несколько рассказов было в таком сборнике этого западно сибирского книжного издательства как дебют там выпускали по-моему два или три или четыре даже выпуска но вот в первом там какие-то два рассказа мои были отстал от века еще какой-то сейчас уже не помню ну и какие-то вещи начали публиковать сибирские огни довольно много в газете в молодежки появлялась и так это ну и тогда поскольку это было еще советское время то тогда еще и гонорары платили за все и в общем то можно было себя неплохо чувствовать во всем этом деле мне это просто интересно было там самому что-то придумать как-то там это ну то есть эта жизнь меня больше нравилась чем химической хотя там тоже свои были эти всякие конференции командировки поездки и все то есть там тоже было забавно но тут пока мне показалось забавнее так что вот сбежал в литературу из науки а потом когда 90-е начались мне ребята значит страшно завидовали которые в неорганике оставили молодец вовремя ты дедера отсюда дал тут всю науку загубили ну там действительно довольно плачевное состояние было всего и вся и промышленности и научных разработок каких-то и все прочего так вот так не загубили по фантастику она сама потом сошла на нет это уже правда в этом столетии потому что в 90-е годы кстати там когда вот ссср-то крякнул фантастику начали печатать очень активно то есть выплеснули все что было написано народом до этого а потом полезла зарубежная фантастика которая до этого она у нас была в основном отбор шел то есть издательство московские печатали довольно серьезные вещи того же шекли там брэдбери каких-то таких крепких авторов а тут пошла заурядная зарубежная фантастика и захлебнулась все это дело читательских уже тут никаких сил не хватало то есть дефицит весь кончился и начались в общем-то или ну довольно интересные там эти явления фантастики то есть научная фантастика стала быстро умирать потому что наука тоже стала умирать тогда но какой-то такой кризис был и до сих пор по моему научная фантастика на если не при смерти ну таком в литургию впала по крайней мере вот из моих друзей приятелей фантастов по моему только василий головачев до последнего писал научную фантастику сейчас не знаю может уже не пишет такую и там еще два три автора остальные переключились на фэнтези на боевую фантастику где там по восемь трупов на каждой странице и там эти пришельцы и пришельцев крошат из всяких огнеметов там бластеров и пришельцы бьют там землян в общем на мой взгляд довольно такая дешевая что ли чухня которую я серьезно не могу воспринимать поэтому от всех этих вот вампирских повести и всего прочего тот же лукьяненко он сел на своих этих вампиров и спокойно себя чувствует но мне это неинтересно показалось ну то есть может ну такой характер наверно хотя мне говорили о чем тебя хорошо получалось добавь вот вампиры там всякие мертвяки и прочее на этом можно заработать ну как-то видимо как-то я более-менее спокойно к деньгам всегда относился поэтому а ладно это не сильно интересно вот так вот чем могу то и пишу чего нравится существует ли такое понятие как сибирская фантастика или существует не ну как она была по крайней мере сейчас я не знаю сейчас она по моему тоже есть потому что фантастов то хватает сейчас но в основном да вот пишут или эту боевую фантастику или вот фэнтези даже у нас в организации человек восемь значит пишет фантастику но сейчас они правда хуже поскольку не не так бы им быстро стали писать в скуку рынок насытили до этого ну тот же шалыгин там глушков они по моему тамов по 50 нашлепать успели значит за минувшие там до два десятилетия вот этой боевой там какой-то такой фантастике общем навороченный ну то есть это все публика как-то видимо кушала с удовольствием а потом рынок насытился и москвичи с издательстве сказали да нет мы уже фантастику не печатаем уже все как-то но и пришлось ребятам менять так сказать эту профессию немножко то есть кто-то вспомнил что он был до этого врачом пересдал какие-то экзамены вернулся в медицину кто-то еще куда-то там ушел ну то есть это обычная жизнь а вы стали писать серьезные книги есть какой-то серьезные я не стал по моему писать ну какие-то теории искусства что-то детские вопросы там книжка появилась вроде она у меня так это неплохо пошла народ во всяком случае мне ее хвалил их и мирный по ней получал больше всяких отзывов писем от читателей чем от всей моей фантастики которую когда-то писал может не я иногда так поскольку сейчас жизнь суматошная такая собачья что ли но и должность тоже такая все время дергают куда-то там то интервью вот подавай то еще чего-нибудь поэтому чтобы сесть и так сосредоточиться отвлечься от всего такого мало таких периодов времени ну поэтому или какую там один два три рассказываю в год накалякаешь еще и хорошо какие-то такие большие вещи они у меня вот что-то начато что-то не кончено ну то есть может и не успею в этой жизни закончить кто их знает надейтесь на лучшее ну зачем на него надеяться надо надеяться на худшее тогда лучшее будет подарком а так чем на лучшее надеется обманет лучше с 2000 года вы являетесь руководителем новосипирской писательской организации союза писательной россии 23 год трудно руководить писателями ими невозможно руководить просто надо сказать стараться чтобы друг другу морды не били или хотя бы не так часто били и и как-то все их интересы чтобы более-менее совпадали меньше грызлись между собой ну и когда-то когда у кого какая-то проблема возникает но попытаться и решить вот и все тут особого руководства по-моему не получается потому что богемой руководить невозможно это большие заблуждения некоторые начальники литературные считают что да можно мы что-то можем нифига не дурочки просто если такие начальники и появляются ничего не не могут что народ который занимается творчеством они как правило значит душе волонтаристы свободные люди и их так сказать какое-то такое литературное рабство но вряд ли загнать можно юмор ирония сатира они являются вашим характерным почерком пустяковинки сказочки не почерк мне ну пустяковинки это просто я надергал из записных книжек когда надо было мне какому-то юбилею там то есть 50 или 55 лет стукнуло думаю надо какую-то книжку выпустить что летом чем потом не отвяжутся свои записные книжки пошерстил что-то выбрал издал эти пустяковинки ну а сказки да какой-то но это притчи такие что ли сказочные на злобу так сказать нашей хилой эпохи что-то такое пытался сочинять переделывать что-то получается вроде бы если у вас хобби хобби да хобби не наше слово так увлечение увлечение увлекаетесь ну вот полазить по каким-нибудь диким местам мы иногда друзьями пока полтаю там покой не горной шори там еще куда-нибудь грибы люблю пособирать иногда читаю чего-нибудь интересное если попадается а давайте сначала про горы самая самая высокая вышина вышина самая высокая гора на которую вы поднимались что-нибудь покорили нет это специально покорить не я не альпинист мы ездили просто дикий туризм то есть какой-нибудь который рыкский перевал там значит если горная швыри то там да там были вершины но там в основном была экспедиция на мегалиты горной шури это довольно интересное место потому что там похоже действительно когда-то миллионы лет назад на земле к это было совершенно может и нечеловеческая цивилизация где видно что вот эти южные американские то вот эти города где там из огромных глыб сделано все то же самое у нас оказывается в горной шуре есть не только в горной шуре сейчас нашли такую такую же похожие дела значит в этой стоянах в прошлом году ездили мне не удалось с ними поехать поскольку меня там это прихватили всякие эти болячки вот так да видно что действительно такие ну глыбы не глыбы а блоки в общем-то прям прямоугольные такой характер носят видно что там даже не одна тысяча тонн мы долго думали с ребятами значит как все это могло оказаться по хребту по вершинам гор сделаны вот эти стены но они разрушены серьезно там видно что видимо в глубокой древности какой-то ядерный конфликт или уж как каким оружием они там пользовались непонятно но видно вот оплавленные вот эти камни видно еще даже сожженные потом мы разобрались что это в общем то никакие не гранитные были блоки а это был какой-то древний бетон и даже потом нашли несколько этих блоков видно что там даже этом арматура какая-то тоже древние просвечивает она уже окаменела скорее всего значит там даже какой-то значит типа этого кольца за который видимо этот блок поднимался куда-то там устанавливался то есть какие-то древние строительные работы было все это действительно в тайге в горной шои смотрится но стопроцентно вот что это никакое не природное явление потому что некогда это на природное явление я с геологами кстати геологи собственные показали где находятся этим мегалиты первые привели туда пока вы показали все эти дела то есть там конечно никакой природы не пахнет видно что это сделано какими-то существами или древней какой-то человеческой цивилизация который наши не совершенно ни черта не знают историки а может знать не хотят просто поскольку в исторический период ничего об этом не было слышно ну то скорее всего это действительно какие-то тысячелетия тысячелетия тому назад было все так что вот фантастики в реальной жизни как я выяснил хватает поэтому меня сейчас на фантастику придуманную не сильно тянет ну вот не хотите написать книгу про ваших находки в горах это без меня там делают ребята есть такой георгий сидоров он написал довольно много книг на эту тему вот я с ним в экспедициях и были не был кстати разбирались с тем что там происходит почему как образцы этого бетона брали в общем-то эти исследования идут ну и кстати да сейчас стали вроде так уже гляжу и в научном мире немножко за изменения какие-то происходит что да вполне возможно что это что-то такое есть до этого все отрицали поскольку так было велено сейчас нет сейчас уже начинаются какие-то сомнения научной публике много чего интересного происходит о чем мы в общем не знаем и не догадываемся сейчас стали догадываться наверно в этом году планируете пойти в горы ну если получится не откажусь я думаю посмотрим большой пример нашим зрителям анатолию борисовичу простите 70 лет да можно же мужчинам говорить возраст 70 лет и он собирается в горы ну что и делать не кстати это действительно хоть и трудно там особенно вот на эти мегалиты горной шуры залазить там надо примерно часов 8 подниматься по такой склон такой лесистый под 45 градусов конечно выдыхаешься особенно если рюкзак у тебя за спиной ну как говорит один мой друг как раз вот то что нас не убивает делает сильнее поэтому потихонечку помаленечку учимся ползать по горам что-нибудь почитать вы сказали что нибудь почитываете да что читаете чем интересуетесь что вам интересно вот билетристику уже не могу читать вернее только под наркозом по необходимости когда приносят авторы что-то там для журнала и для сборника а так вот для души что для души для души какие-то вот ну такие может быть исследования разные ну как раз вот об этих тайнах природы которые открываются может быть сейчас много довольно интересных книг где какая-то альтернативная история там рассказывается о том что все не так как нам говорилось ну что историки врут ну это естественно это святое для них что каждый историк он зависит от тех ребят которые ему платят за все эти летописи поэтому врут каждый в свою пользу и пользу своего как это начальника или тот который его просит сделать там что-то это можно по двадцатому столетию смотреть сколько там наврано было по 19 и дальше туда поэтому много всяких разных версий насчет и текущей истории минувшие истории много забавного поэтому есть что почитать какую-то философию еще и тогда попадается читаю то есть человек любопытный это меня и губит как говорится поэтому много чего читаю всякого разного жалели вы когда-нибудь о том что стали писателем и вообще жаление о чем-нибудь да нет наверное потому что какая судьба ну стал писателем мыши лучше писателем чем химикам да и химиком неплохо было бы наверное ну ну как-то сюда потянуло я сторонник того что этим верхним товарищем виднее куда тебя затягивать и в каком направлении идти поэтому главное не оказывается против и интуицию надо какую-то там включать душа да ладно попробуем а случался ли у вас творческий кризис или нет не ну наверное случался потому что иногда так сказать хорошо идет писанина к это значит потом дверь что-то вроде повыдохся маленько надо какие-то впечатления там значит где-нибудь в лесах и на горах поискать или еще где-нибудь так вот потихоньку помаленьку а ваши литературные планы на чем сейчас работаете у меня несколько этих планов есть значит я сейчас продолжаю примерно вот тоже эту эсэистику свою там по теории литературы но там больше к этой философия у меня возникает может что-то там получится и есть такой замысел выдрать еще на одну книжку пустяковый до своих этих записных книжек обчета подбираю но я похоже все более-менее такое приличное уже вытащил оттуда еще чуть на дергаю если надо будет что есть какие-то планы мир соткан из добра и зла из мудрости и глупости вселенских из чего он соткан я уже тусклите не знаю но по моему из одной глупости уже меня подозрение такое это пустяковинка анатолий если будущее у сибирской литературы вам как руководители писателями виднее ну честно говоря будущее то наверно есть но вот хорошие на или плохое тут бабушка на 2 сказала потому что за вот эти вот 20 с лишним лет я наблюдаю серьезную деградацию не только сибирской литературы вообще всей литературы ну что как-то ну видимо вот эти вот экономические преобразования все это вот развал той страны ну и какие-то вот эти метаморфозы которые происходят в наше время значит они пока не способствуют процветанию сибирской литературы может государство сейчас может быть тут будет поддерживать как-то себе этих отечественных авторов а так в основном все было отдано в свое время на откуп рынку ну а там значит всякие такие порнографические ценности приветствовались так сказать серьезная литература с каким-то ну социологическим социальным анализом так сказать того общества в котором мы живем какие-то философские там штучки-дрючки этого никому не надо было и выросло поколение которое вообще по моему читать не сильно любит а в основном смотреть и как мне уже даже это объясняли что а вот и для них надо комиксы потому что эти как американцы в свое время были идиотизированы да вот уровня этих комиксов много читать они не могут им надо вот клиповое мышление поскольку у них то вот картинка картинки подпись картинка картинки подпись и поэтому вот некоторые наши авторы уже переходит в разряд блогеров еще там каких-то этих но блогер это по моему ну болтун на мой взгляд но может быть философским уклоном болтун бывают разные блогеры я думаю можно так так что не радужные перспективы перспективы не ну если это сказать общество как-то оздоровится в ближайшие там десятилетия и окончательно не сдохнет эту перспективы будут если же все так сказать и дальше пойдет в том же направлении ничего хорошего а как можно привить любовь к чтению молодым людям как а вот как только младенец родился немножко значит у него уши открылись так сразу начинаете ему читать сказочки для детей там считалочки какие-нибудь еще что ну какой-то период родители читать должны в общем детям своим а потом когда уже интерес проснулся у ребеныша значит тогда он сам начинает и чем раньше вы его научите буквы различать и читать и тем лучше по моему но по крайней мере это вот психологи исследователи говорит что тем более ранее так сказать вот это знакомство с азбуками совсем очень способствует ранее более это кому серьезному развитию его ребенков а если так сказать бегает прыгает и нифига не читает но так оболтусы вырастет из него в общем-то который ни на что такое не способен серьезная вот еще не только интерес чтению интерес так сказать каким-то целям жизненным которые он ребенок должность уметь мечтать а это книги дают как раз вот там читаешь же верно там того же дюма погружаешься в какие-то чужие эпохи там смотришь как это то что такое то есть интерес появляется потому что творится в мироздании и просыпаются таланты там внутри того же ребенка если этого нету если он смотрит только вот этот ящик для идиотов но он естественно и вырастает таким полноценным идиотом все нормально ну а когда у нас в этот по моему фурсенко что лет министр образования когда я вот услышал как-то я почти телевизор практически не смотрю тут как смотрю что что-то попалось как он выступал что его задача вырастить грамотного потребителя думаю потребителя кто то есть творца не надо им выращивать было трудолюбивых каких-то вот этих граждан государства не надо потребляем и все значит то есть природа все даст то есть идиотизм полный но этих потребителей вот сейчас и потребляют и на украине и везде что хорошего то есть если выросли грубо говоря ребятки которые ничего не понимают ни в чем поехала вот это и надо было там этим была какая-то сказка про хитрую куму лису и двух жадных медвежат мультик по моему был в советское время если помните вот пока жадные глупые существуют нам лисам жить можно так вот эти западные лисы они воспитывают наши наших этих деток с этим надо бороться естественно я думаю может быть честно в какую-то сторону более позитивную все это свернется посмотрим что вроде как вспомнили о том что у граждан надо воспитывать родного государства и государство должно в общем-то к своим жителям не задницей стоять все-таки как-то за немножко и заботиться о них поживем увидим будем надеяться на лучшее на худшее на худшее тоже можно надеяться вообще посмотрим спасибо вам анатолий борисович спасибо ну спасибо так спасибо